Полевые работы и содействие занятости населения стали главными темами еженедельного совещания правительства республики. Подробнее далее. Сев зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах республики в основном завершен. Темп текущей посевной опережает прошлогодний показатель на 18,3 тысячи гектаров. Наибольшие площади засеяны в Яльчикском, Батыревском и Цивильском районах. В текущем году в связи с гибелью зимных зерновых культур значительно возросла нагрузка на яровой сев на 51 тысячу гектаров или 16,1%. По результатам обследований посевов сельхозкультур, пострадавших от неблагоприятных погодных условий, площадь гибели составила 50,9 тысяч гектаров. Отмечается рост площади сева масличных культур. Темпы значительно опережают прошлогодние и уже превысили итоговый показатель прошлого года. Во всех муниципалитетах идет посадка картофеля, освоено более 5,5 тысяч гектаров. Кроме того, большинство районов посеяли овощи открытого грунта, сахарную свеклу, луксевок и другие культуры. В некоторых уже идет покос многолетних трав, проводится инвентаризация переходящих остатков кормов. От качества кормов зависит дальше, соответственно, продукция, которая производится в животноводстве. И с точки зрения, вот на этой неделе, я говорю, нужно уже всем начинать, в принципе. Все бобовые культуры, даже и там излаковые культуры, надо своевременно убрать и подготовиться ко второму укосу. Потому что первый укос не такой урожайный в этом году. Что касается занятости населения, это еще один из вопросов еженедельной планерки, то с начала этого года услугами органов службы занятости населения воспользовались более 33 тысяч человек. Всего мероприятиями программы в 2019 году планируется охватить около 80 тысяч. Основная задача – обеспечить трудоустройство безработных и помочь работодателям подобрать сотрудников. Ежегодно мы ставим план, это около 42 тысяч человек. И на 3 июня трудоустроили 16 тысяч 400 человек. Особое внимание трудоустройству подростков, 16 тысяч, что у нас плановые показатели. Трудоустроили мы уже около 6 тысяч подростков. Для этого заключили соглашение, 352 соглашения с работодателями. Помимо подростков упор делается и на трудоустройство инвалидов и горожан старшего возраста. В перспективе до 2024 года пройти профессиональное обучение и получить дополнительное образование смогут 460 человек предпенсионного возраста. Также актуальными остаются программы самозанятости, помощи мамам, находящимся в декретном отпуске. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.